Параллельно с выдачей земли по проекту «Дальневосточный гектар» государство изменяет закон. Проблемы, которые возникают, обсудили на совещании у Владимира Миклушевского. За одним столом собрали представители федеральных ведомств, руководители районов и директоров профильных департаментов. Проект работает с 1 июня прошлого года. За это время в Приморье поступило 26 тысяч заявок. Для того, чтобы оперативно их рассматривать, в администрациях городов и районов увеличивают штат сотрудников. Рассказывает Данил Макарчев. Количество отказов по заявкам на «Дальневосточный гектар» сократилось в четыре раза. Но впереди новые трудности. Последняя редакция закона не позволяет получить гектар на территориях рядом с охотхозяйствами. Уполномоченные органы в случае невозможности предоставления земельных участков в спрашивом виде корректируют границы таких участков. При этом в настоящее время изменить границы возможно только согласие от заявителя, выраженного в письменной форме. К сожалению, такое согласие у полномоченных органов есть не всегда. Поэтому специалисты инициативно запрашивают такое согласие у граждан, но не во всех случаях получают обратную связь. В Хохсанском районе, а это один из лидеров по выдаче гектаров, плохо работает федеральная информационная система на дальневосток.рф. Заявления не проходят через портал, а сразу попадают в местную администрацию. Это тормозит работу. Необходимо напечатать, подписать, зарегистрировать в журнале исходящих корреспонденций, оформить почтовое управление и отправить эти письма. На это очень много уходит время. То есть мы сегодня больше времени тратим на то, чтобы отписаться, а потом уже начинаем заниматься своими непосредственными функциональными обязанностями. Кроме того, приморские дачники должным образом не оформили свои сотки и теперь рискуют их потерять. Нужно срочно подать сведения о границах участков в государственный кадастр недвижимости. Тогда система перестанет отображать занятые земли. Однако стоимость кадастровых работ сегодня может стоить гражданину 15 тысяч рублей. А это не каждому по карману. Владимир Миклушевский подчеркнул, в данной ситуации гражданам важно максимально помогать. Люди возмущены. К решению проблемы должны подключиться прокуратура и управление антимонопольной службы. Глава Приморья отметил, если возникает больше предложений, цены наоборот должны снижаться. А это абсолютно точно результат картельного сговора в чистом виде. Надо разбираться. Эмоций много, но надо работать. Владимир Миклушевский дал поручение провести разъяснительную работу среди граждан. Реализуя закон о дальневосточном регитаре, параллельно вносим огромное количество изменений в законодательство о землепользовании. Это непростая работа. Она потребует времени. Она сложная. Она непростая. Мы одно начинаем разводить. Цепляем еще 10 проблем. Но ничего. В Приморье процедуру оформления гектара упростили. Оформить заявление можно через МФЦ. Открыт центр по работе с получателями дальневосточного гектара. Данил Макарычев, Екатерина Чернакова, Панорама.